Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» рассказывает об истории супрематизма. Супрематизм – это направление в авангардном искусстве, в котором художники используют геометрические фигуры разных цветов и размеров. Супрематизм придумал Казимир Малевич. Авангардное искусство – это искусство, которое появилось более ста лет назад в России. В авангардном искусстве важно создать что-то новое, чего раньше не было. Рождение Витебской школы живописи относится к концу XIX века, когда Юрий Пен создал частную школу рисования и живописи, основанную на академических принципах. Вскоре после Октябрьской революции Витебск превратился в центр авангарда. Марк Шагал был назначен уполномоченным по делам искусства в Витебской губернии и в январе 1919 года открыл Витебское художественное училище. В свою статью, письмо из Витебска, опубликованную в газете «Искусство коммуны», он заканчивает призывом «Революционеров-художников столичных в провинцию к нам». Скоро сложился и мощный преподавательский состав Вера Ермолаева, Нина Коган, Лазарь Лисицкий, Юрий Пен. Сам Шагал стал руководителем живописной мастерской. Осенью этого же года в Витебск был приглашен Казимир Малевич. Его появление радикально изменило жизнь училища. За короткое время большинство учеников перешло в мастерскую Малевича, а преподаватели Коган, Лисицкий и Ермолаева проявили себя как последовательные сторонники художественной системы супрематизма. Малевич довольно быстро занял среди преподавателей место лидера, отяснив на второй план Шагала, который в итоге уехал сначала в Москву, а потом в Париж, и в родной Витебск он никогда не вернулся. Лев Юдин – один из учеников Казимира Малевича, и он вел дневник. В дневнике Юдин записывал, что происходило с ним и с другими художниками. Эта выставка сделана на основе дневника Льва Юдина. На выставке можно посмотреть картины супрематизма и узнать, как художники сто лет назад создавали новое искусство. Льва Юдин – один из учеников Солена Малевича, и он вел дневник. Льва Юдин – один из учеников Казимира Малевича, и он вел дневник. Из дневника Льва Юдина Но больше всех мне дал шагал Тут что-то не случайное И вот цветы на балконе над заливом Пейзаж с пустынным левым краем В феврале 1920 года под руководством Малевича Образовался УНОВИС Утвердители нового искусства Это школа современного искусства Объявившая супрематизм вершиной живописной эволюции Ядро школы составляли около 40 художников Среди которых были Вера Ермолаева, Николай Суетин, Лазарь Хидекель Илья Чашник, Лев Юдин, Анна Лепарская, Константин Рождественский Из дневника Льва Юдина Насколько Казимир Северинович четверт Когда наши начинают хныкать и жаловаться на дороговизну Действительно не начинает казаться, что свет кончается Приходит Казимир Северинович И сразу попадаешь в другую атмосферу Он создает вокруг себя эту другую атмосферу Казимир Северинович Казимир Северинович Из дневника Юдина Видел рисунок Георгия Носкова Очень ясно и хорошо Пример В этих вещах есть все то, чего я ищу В этих вещах есть все то, чего я ищу В этих вещах есть все то, чего я ищу В этих вещах есть все то, что я ищу Ищу Казимир Малевич – один из главных художников авангардного искусства и супрематизма. Он написал книгу о супрематизме, которая называется «Мир как беспредметность». Выставка также называется «Мир как беспредметность». Из дневника Льва Югина сравнения Казимира Севериновича всегда чрезвычайно ярки и образны. Например, говоря о строении эпрессионистических вещей, он сказал, что живопись строится помимо предмета, как в струе водопада просвечивает другой берег, камни, строение и так далее. А не случайно могло просвечивать и другое, струя и строение ее осталось бы тоже, то есть строение картины идет независимо от предмета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из дневника Льва Югина В супрематизме ответственность ощущалась большая, а силы были малы. Суетин говорит, художник должен быть в силе, а не в усилии. Совершенно верно. Суетин верно идет. Молодец. После распада у Новиса Витебский музей закрылся и 57 работ из его коллекции, в том числе две картины Малевича, были переданы в Новый Петроградский музей художественной культуры, который был открыт для публики весной 1921 года. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА